МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале АЛАО. Здравствуйте! В студии РТН работает Алмат Сулейменов. Смотрите сегодня в выпуске. Сократить дефицит электроэнергии в Кустанайской области намерены начать строительство ветрогенераторов. 165 сооружений появятся вблизи Рудного. Двух так называемых дропперов задержала полиция в Кустанайе. Помощники мошенников занимались обналичиванием денег, которые были добыты обманным путем у жителей разных регионов. У каждой ошибки есть фамилия. И надо соответствующее принимать решение. Вопросы водоснабжения региона сегодня обсудили в областном центре. Несколько объектов не сданы в установленный срок. В свои источники в Кустанайской области ощущается дефицит электроэнергии, который не дает в полную силу развиваться крупным и мелким предприятиям региона. Именно поэтому вблизи Рудного намерены возвести более сотни ветрогенераторов, которые смогут давать нужное количество электричества для агропромышленного комплекса области. Кроме того, по словам специалистов, новый источник будет менее вреден для окружающей среды. Мои коллеги с подробностями. В Кустанайской области довольно активно развиваются такие отрасли, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и машиностроение. На сегодня для региона важным вопросом является наличие резервных производственных мощностей. И поэтому в ближайшем будущем намечено возвести новый источник электроэнергии, а именно ветряную электростанцию. В области такие проекты уже есть. Две ветровые электростанции есть. Одна была построена в 2022 году здесь на выезде с города в сторону Миндогоринского района мощностью 50 мегаватт. В прошлом году была запущена вторая ветряная электростанция мощностью 50 мегаватт в городе Аркалык. Мы начнем строить 100 мегаватт. 165 ветрогенераторов планируются построить вблизи Рудного. По плану они смогут дать 1 гигаватт электроэнергии. Вместе с этим должны появиться солнечная электростанция и газпоршневая. Таким образом, в области будет сразу несколько возобновляемых источников энергии. Компания, которая займется строительством станций, работает на рынке уже 7 лет. И за эти годы они реализовали 6 проектов. Еще 9 сейчас в процессе строительства. С инициативы вышли 1 гигаватт построить в Кустанайской области. Как раз здесь все сошлось. И потребность здесь есть. Подстанция принимает, тем более у нас опыт есть. Здесь строительство. 50 мегаватт у нас построено. 100 мегаватт мы в следующем году здесь начинаем строить. Там устанавливается мачта. Она выше 100 метров. Мы уже ее отгрузили. В ноябре придет. Я не знаю, здесь может быть из местных ребят кто-то строит или поможет. В зимних условиях кто строит. Мы должны мачта поднять быстро, чтобы не терять времени. В зависимости. Напомним, что на территории Кустанайской области действительно ощущается дефицит электроэнергии. Кумар Аксакалов отмечает, что это очень тормозит экономическое развитие региона. При подписании меморандума также присутствовали местные бизнесмены. Они, в свою очередь, тоже выразили свое мнение по поводу грандиозного строительства. В пике до 300 мегаватт мы потребляем. Это только наше предприятие. В перспективе с этим мы будем строить и расширять дополнительный продукт, который тоже все знают. ГБЖ. Это еще порядка не менее 127 мегаватт по потреблению электроэнергии. Поэтому если будет альтернатива с учетом зеленой энергетики, которая будет по себестоимости дешевле, соответственно, мы однозначно за. Большинство представителей агропромышленного комплекса региона поддержали идею, так как это не только экономически привлекательно, но и, по их мнению, безопасно в плане экологии. Готовы ли подрядчики к уборке Кустаная в предстоящую зиму, лично проверил Аким города. Пять предприятий, между которыми разделена городская территория, продемонстрировали имеющуюся у них снегоуборочную технику. Глава Кустаная напомнил руководителям организаций, что согласно договору они обязаны приобрести дополнительные единицы и отметил, что впервые в городе появилась снегоплавильня. Снегоплавильная машина, это вообще впервые будет применяться, да? Все, да, да, да. Вы в этом году уже распланируете? Все уже, да, мы зато им нет. Что это даст для них? Во-первых, не надо будет нанимать машину и вывозить снег. Они будут его плавить, канализацию спускать в воду. Да, мы посмотрим, если это эффект будет, тогда в целом потом будем рассматривать вопрос о том, что у всех предприятий была такая установка, может она будет общегородская. Сейчас в Кустаная действует пять предприятий, которые, используя 189 единиц различной техники, занимаются очисткой города, на что Акиматам выделяется в год около 5,8 миллиардов тенге. Но, как отметил Марат Жундубаев, ранее было замечено, что подрядчикам необходимо пополнить парк техники. Сейчас исполняется это все. Сроки поставили ноябрь, март месяц. Вот они должны эту недостающую текстику приобрести за свой счет для того, чтобы работать. Если это не будет сделано, тогда там уже будут другие миры. Но я надеюсь, не пугают. Хотелось бы, чтобы все это было воспринято правильно и чтобы самое главное, все это в городе работало. Руководители предприятий доложили о том, что вскоре эти рекомендации будут исполнены, а кто-то уже продемонстрировал новые приобретения. Получается, 8 новых МТЗ, вот 2 новых погрузчика. Вот только примерно 10 дней назад. 3 новых погрузчика. Вот смотрите, техника, салфантаспортировал. Вот это правильно. Всего к предстоящему зимнему сезону подрядчики докупили более 15 единиц техники, необходимой для уборки снега. И также дано поручение докупить технику, такую как снегоуборочная машина для вывоза снега с улиц города. То есть еще обновляется база. Аким города заметил, что насколько подготовлены подрядчики к поставленным задачам, все же окончательно покажет только их работа в предстоящую зиму. Валерий Тощев, Виталий Луговской, РТН. К другим темам. Случаи вовлечения граждан в преступные схемы под предлогом легкого заработка участились в Казахстане. По данным Республиканского агентства по финансовому мониторингу, 30 тысяч банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом в 22 миллиарда тенге. Теперь участие в преступной деятельности может обернуться для хозяев счетов серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и даже уголовное наказание. Легкий заработок в обмен на использование личных банковских карт все чаще предлагают злоумышленники казахстанцам. Об этом сообщают сотрудники Республиканского агентства по финансовому мониторингу. Таким образом, люди вовлекаются в масштабные аферы по легализации преступного дохода. Ведь, желая помочь и представляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать дропами, порой не осознавая, во что их втягивают. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками или даже людьми. Согласно проведенного АФМ-анализа, 30 тысяч банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 миллиарда тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая административное и уголовное наказание, порой и с конфискацией имущества. Как показали исследования, проведенные АФМ, стать дроперами рискуют люди, испытывающие финансовые трудности. Это безработные студенты и представители социально уязвимых групп населения. В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из города Тимиртау участвовали в качестве дропов в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в телеграм-магазине. Только через их счета отмыто более 100 миллионов тенге, тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 миллиардов тенге. В другом случае использовалась карта 20-летнего алматинского студента. На его счет поступило почти 22,5 миллиона тенге от более 900 лиц от 7,5 до 15 тысяч за один перевод. Такова цена разовых доз наркотиков. Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников. Сотрудники агентства по финмониторингу подсказывают, как понять, что вам предлагают участие в преступной схеме. Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн, и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками. Не переводите деньги. О таких предложениях агентства рекомендуют сообщать соответствующие органы, сотрудники которых помогут разобраться в ситуации. Наталья Луговская, РТН Помощники другого вида преступников, мошенников, выявлены в Кустанае. Операцию по их задержанию провели сотрудники полиции. Подозреваемые, которые оказались иностранцами, успели обналичить крупные суммы похищенных денег на западе Казахстана и для продолжения преступной деятельности прибыли на север республики. Уже установлена их причастность к нескольким фактам мошенничества. Операция по задержанию двух помощников-мошенников-дроперов проведена полицией в Кустанае. Они занимались обналичиванием ранее добытых преступным путем денежных средств. Оба они иностранцы, граждане ближнего зарубежья. Как установили полицейские данной деятельностью, один из них, 30-летний, начал заниматься в июле этого года. Он обналичивал похищенные мошенниками крупные суммы денег на западе Казахстана, в городах Актабе, Атырау и Актау. После переводил на банковские карты, номера которых были отправлены ему кураторами через мессенджер Телеграм. Второй гражданин, 21-летний, только припнул к обучению данной вида деятельности и был задержан уже. В ходе личного обыска и обыска квартиры были взяты сотовые телефоны и банковские карточки. Данные банковские карточки зарегистрированы на третьих лицах, которые отношения к данным гражданам не имеют. В настоящий момент поводится досудебное расследование на установление аналогичных фактов и причастности данных граждан к другим преступлениям. Уже установлено причастность задержанных к двум фактам мошенничества. Их лица запечатлели камеры банкоматов, через которые они обналичили добытые преступным путем средства. Мы их называем в своем сленге «дропы-обнальщики». То есть они обналичивают денежные средства, которые путем обмана добывают злоумышленники. Потом эти дропы-обнальщики скидывают уже через терминал на чистые карты, которые не замешаны в переводах, чтобы с этих уже чистых карт осуществлять либо криптообмен, либо уже направлять на карты других банков или иностранных государств. Эти дроперы, как включают киберполицейские, являются только одним из звеньев в сложной преступной схеме, которые создаются в связи с действием в республике системы «Антифраг», блокирующей подозрительные денежные переводы. Есть и другие участники, но именно этой категории помощников кураторы, по словам полицейских, готовы оплачивать и переезды, и проживание в чужом городе. В день они снимали по коду от 150 тысяч до 300 тысяч. Суммарно в день могли снять более 15 миллионов тенге. В зависимости от именно указаний, сообщений, которые приходили в мессенджере. С начала года и по настоящее время полицейскими в Кустанайской области зарегистрировано почти тысяча фактов мошенничеств, совершенных с использованием компьютерных технологий. Ущерб, причиненный в результате их совершения жителям региона, уже превысил 1 миллиард 200 миллионов тенге. Валерий Точев, Фитарь Долговской, РТН Продолжаем выпуск. В Денисовском районе из 26 населенных пунктов на сегодня газифицировано 17. В ближайшее время долгожданный газ появится еще в двух селах – Аршалы и Заоядское. В этих населенных пунктах живут более тысячи человек. Подрядчики ведут активную работу, но не обходятся и без препятствий. На одном из участков на пути газопровода есть река. Как намерены обходить эту преграду и когда в домах сельчан появится долгожданный газ – расскажем в нашем сюжете. Вся подземная магистраль газораспределительных сетей сел Аршалы и Заоядское выполняется из полиэтиленовых труб. В разработке траншеи задействованы четыре небольших экскаватора и обладающей большей производительностью траншеи-копатель. В строительстве газопровода участвуют подрядные организации из Кустаная. Наша задача – сделать разводящий газопровод. Выполняется работа за счет бюджетных денег, за счет государства. На сегодняшний день газопровод построен порядка 80%. Разработана траншеи – 16 километров. Нормальные погодные условия и стопроцентное наличие материалов позволяют подрядчикам идти на ускорение. Сбить темп может разве что одна особенность местности. Есть речка, будем выполнять методом горизонтально направленного бурения. То есть привлекать отдельно подрядную организацию со специальной установкой, которая выполняет прокол под речкой. Там уже тоже идет специфичная труба, но тоже полиэтиленовая, но в полипропиленовой оболочке. Помимо жилых домов будут газифицированы более 10 объектов социальной сферы двух населенных пунктов. В селе Аршалы более трех базовых ТО есть, располагается сельхозпредприятие. В селе Заяцком у нас расположен элеватор. Мощностью более 96 тысяч тонн хранения будет обеспечена качественная сушка зерна. Общая стоимость проекта в селе Аршалы – почти 553 миллиона тенге. В селе Заяцком – 263 миллиона. Работы, начатые в августе, планируется завершить в обоих селах до конца года. На сегодняшний день выполнено около 90% всех работ. Сейчас оставшаяся работа – это надземная часть, это примерно 80 метров осталось. Для более чем тысячи жителей сел Аршалы и Заяцкого подключение к газу – настоящее событие. Теперь они получат возможность улучшить свои социально-бытовые условия. Газ – это комфорт, это тепло, это дома уютно. С работы ушло тепло, с работы пришло тепло дома. Это хорошо, ведь подключат и школу, и у нас и дом культуры, и библиотека, и акимат, и медицинский пункт, магазины. Это поднимется статус нашего поселка, поднимется производство, улучшится благосостояние. Это как глоток воздуха, но в вене, поэтому мы очень признательны. И вот я только хочу выразить тем людям, которые в этом нам помогли и провели. Наконец-то у нас будет газ, которого так долго ждали наши родители. Уже установлены газопроводные трубы. Дай бог, он появится в конце декабря – начале января. Вместе со мной радуются мои дети и внуки, все родственники и наши односельчане. Мы завидовали близлежащим деревням, где есть газ. Теперь будут завидовать нам. Благодарю за то, что не забывают о нашем селе. Предполагается, что в результате реализации проекта уменьшится отток населения, а процент обеспеченности голубым топливом в регионе поднимется с 63,5% до 73%. Елена Щегельская при содействии телекомпании «Акцент», Денисовский район. Около 94% жителей Кустанайской области имеют доступ к услугам водоснабжения. По плану довести эту цифру до максимума нужно в ближайшие два года. Однако на сегодня в регионе все еще есть села, где качественного водоснабжения никогда не было. Специалисты отмечают, что в следующем году решат эту проблему в 21 населенном пункте. Но без проблемных проектов в этом году также не обошлось. По всему Казахстану есть города и села, где в домах жителей до сих пор нет централизованного водоснабжения. В Кустанайской области в следующем году запланировано провести воду в 21 село, где ее никогда не было. А в этом году строительство систем водоснабжения завершены в четырех селах. По состоянию на 1 октября доступ сельского населения к услугам водоснабжения возрос на 1,4% и состоял в 88,1%. За счет водовой эксплуатации централизованной системы водоснабжения села Александровка Кустанайского района и установки пунктов раздачи привозной воды для 30 сел. Всего запланировано в текущем году ввести в эксплуатацию 32 проекта. Из них работы завершены по 8 проектам. В селах, районах и городах в этом году реализуются такие проекты, как реконструкция резервуара, самоотечественных коллекторов, строительство водопроводов и разводящих сетей. И в некоторых из них на сегодня есть проблемы. К примеру, в Житикаринском районе. По проекту строительства сетей водоснабжения села Чайковское в текущем году из местного бюджета выделено 364,5 млн тенге, освоено 122,4 млн тенге. Срок завершения реализации проекта согласно договору август 2024 года. По неисполнению договорных обязательств ведутся судебные процедуры, а также в то же время подрядчик не отказывается от выполнения планов в полном объеме объекта, но с завершением в 2025 году. А в областном центре тоже есть проблемы. Например, на улице Фролова подрядчики отстают по проекту реконструкции самоотечного коллектора. А на территории предприятия Кустанай-Су не успевают привести в порядок водочистные сооружения и резервуар. Везде есть риски срыва сроков. У каждой ошибки есть фамилия и надо соответствующее принимать решение. Если это проектанты допустили, надо на проектантов заводить уголовные дела. Ситуацию не видите, что она будет решена. Без Чайковского. Арталык 89,3 на начало года. Сейчас 89,3. На начало, наконец, то же самое, что у нас в Арталке ничего не происходит. По всем проектам Аким области поручил разобраться детально. Тем более, что на следующий год тоже поставлено немало задач, которые предстоит выполнить. Запланировано 33 новых проекта по решению проблем с водоснабжением в сельской местности. В Лисаковске появилась аллея из пирамидальных тополей. 230 саженцев высадили в одном из микрорайонов города в рамках акции «Таза Казахстан». На этом осенняя высадка деревьев в городе завершилась, но субботники лесаковские организации намерены еще проводить, пока не ляжет снег. 230 саженцев двухметровых пирамидальных тополей предоставили представители строящегося в Лисаковске крупного торгово-развлекательного комплекса в качестве компенсации, поскольку во время строительства подрядчикам пришлось убрать 13 деревьев. Большую часть сотрудники городского Акимата высадили в первом микрорайоне. Я считаю, это очень хорошее мероприятие. Мы сегодня сажаем деревья. Тем самым мы вносим вклад в озеленение нашего города. Я призываю всех бережно относиться к природным ресурсам, содержать в чистоте наш город, так как это все зависит только от каждого из нас. Пусть наш город с каждым годом зеленеет, становится все краше. К осенней высадке тщательно подготовились. Лунки для саженцев сделали с помощью специального оборудования. Привезли воду для полива и необходимые для посадки инструменты. В итоге молодые деревца поместили в лунки, расположенные через небольшое расстояние друг от друга. Их корни присыпали почвой, слегка притоптали и обильно полили водой. В рамках акции «Таза Казахстан» вчера была посадка произведена сосен высотой 3 метра в районе, построенной амбулатории в поселке Октябрьский. 30 штук сосен посадили. Осенняя посадка имеет ряд преимуществ. Это высокая приживаемость, поскольку для этого времени года характерна высокая влажность, которая способствует лучшей адаптации саженцев. А также высокая скорость развития, так как саженцы, посаженные в осенние месяцы, пробуждаются буквально после схода снега и пускаются в рост на 2-3 недели раньше весенних. На этом осенняя посадка будет завершена, а субботники по очистке территории Лисаковска продолжатся, пока не ляжет снег. Елена Щегельская при содействии телекомпании «Акцент» Лисаковск. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания. Продолжение следует...